Ну привет, ребят! В общем-то... Ну что ж, прошло два месяца с тех пор, как я решил завершить карьеру на Ютубе. И, в общем-то, спустя почти два месяца я всё-таки решился сегодня, 27 октября, записать подкаст на тему того, почему же я всё-таки решил уйти с Ютуба. Ну и также мы поговорим на некоторые другие тела. Так. В этом подкасте мы поговорим на такие темы, как почему я ушёл с Ютуба, чем буду заниматься дальше, чем я занимаюсь сейчас, а также как я живу сейчас, что на данный момент происходит с V-Developers, что с моими другими каналами, а также что я думаю о вообще как достать соседов в этом и в принципе с тем, чем. Так, поехали. Начнём, пожалуй, с самого первого, конечно же. А и почему я решил уйти с Ютуба? На самом деле есть несколько причин, но никакого скрытого смысла в этом нет. Итак, готовы услышать ответ? Да всё очень просто. В мае этого года я набрал 800 подписчиков. Сейчас мы на дворе уже октябрь. И знаете, за сколько... Знаете, сколько я набрал за все эти месяцы? Всего лишь 55. Что, возможно, для вас это является нормальным, но лично для меня нет. Так, в блоке уйдите. Секунду. Отплекаться нельзя. Так. Я потеряла почти всё здоровье, ну и ладно. И так, короче. Но это ещё не всё. Дальше давайте-ка посмотрим на статистику моего канала по часам просмотра. Итак, в апреле 2020 у меня было где-то 700 часов просмотра. Ну, примерно где-то так. И знаете, за сколько я набрал за эти полтора года? Всего 1100. Но это ладно, пустяки. Что у нас там дальше? Также, к сожалению, когда с соседом в основном я только это и снимал, стал непопулярным. И вот. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. А сейчас я вам расскажу ещё одну причину. Это роковая ошибка, из-за которой я навсегда потерял в одном стриме. И так, 13 декабря 2019 года я провёл стрим, где мы, по-моему, играли в экзоигры, но точно я вам не скажу. Так вы спросите, почему этого стрима нет на канале? И что за роковая ошибка? Точинить две. А всё очень просто. И так. В общем, если говорить вкратце, я не учёл одну вещь. 10 декабря 2019 года на ютубе ввели правило. Согласно этому правилу запрещается канал детским выставлять видео с комментариями. Ну и, собственно, если детская трансляция, тогда недоступна такая функция сетчат. Вы спросите, а при чём тут это? А я вам сейчас и расскажу. Так, не туда зашёл. Короче, тупорылый, простите за выражение, конечно, но тут по-другому никак сказать нельзя. алгоритмы ютуба. Тогда начали считать детскими роликами, в которых есть люди, которым на вид нету 18 лет. Если честно, это полный бред и дебилизм, как минимум, потому что, если, типа, снимает ролик какой-то 16-летний человек, там, или 14-летний, в принципе, как я, да, он как бы, я не вижу лично ничего в этом детского. При чём тут вообще это? Если в ролике есть ребёнок, это не значит, что контент для детей. Ну и вот. А чтобы по поводу второй роковой ошибки, в общем-то, мне забанили этот стрим примерно через 23 минут после начала трансляции. Ну и вот. Я выйду в минице по теме. А что было дальше? Я через пару дней, сам не знаю зачем, просто взял и удалил этот стрим. Я не знаю, зачем я это сделал. Возможно, в тот момент я был неуввиняемым. Иначе я не знаю, как описать свои действия в тот момент. Сделал я это сам, не знаю зачем. Дальше. Переходим ко второй теме. Чем я буду заниматься дальше? А в общем, по поводу самого канала. Данный канал, как я уже сказал, я уже озвучил его судьбу и что с ним будет в ближайшие пару лет. Но это ещё не всё. Мы поговорим о моих планах на ближайших, мы также на ближайших годах. А в этом мы поговорим чуть позже. Сейчас я хочу кое-что ещё вам рассказать. стримы будут проводиться всё-таки, но, конечно же, не на канале, а в группе ВК. Моей. Так, у нас пропал почему-то призовой паркурс. Ну да ладно. И так, в группе ВК, кореш-студио, которую я создал год назад, стримы там будут проводиться так, время от времени, возможно, пару раз в месяц. Люди там заходят, и это радует. Вот. Завтра планируется там стрим по Майнкрафту. Пока тема точно не выбрана. Ну, а по поводу планов на оставшиеся 2021 и на 2022 год. Итак, я хочу освоить скульптинг. То есть, это, грубо говоря, профессиональное моделирование людей. У меня есть опыт 3D-моделирования в блендере, а также есть графический планшет. Поэтому, я думаю, мне освоить будет не особо сложно. Также я хочу освоить Unity 3D. Для тех, кто знает, я наконец-то осуществил свою мечту и изучил Unity 2D. Наконец-таки и сделал там первые две игры. Ну и вот. По геймдев, кстати, мы тоже сегодня поговорим. Вот. Ну, я хочу также научиться делать и 3D-игры. Но я этого пока не умею. Но хочу научиться. Ну и, в общем-то, пока это все планы. В дальнейшем они, конечно, будут пополняться. Либо я, возможно, просто забыл, что-то озвучить. Ну, фиг ее знает. Такое бывает. Итак, что у нас дальше? Чем я занимаюсь сейчас? Это, я думаю, самая интересная для вас тема будет. Итак, чем я сейчас занят? На данный момент я занимаюсь активно версткой, а также разработкой игр, насколько вы знаете. Да, я вернулся к разработке игр. Я вернулся, наконец-таки, к геймдеву после где-то полторагоднего перерыва. Хотя, вернее, это даже не был не перерыв. Я просто разочаровался в разработке игр и думал, что уйду навсегда, но оказалось нет. Я вернулся к этому делу. Все игры теперь я делаю на юнке 2D, как уже говорили. Итак, за август-сентябрь я сделал две игры. И если не забуду, ссылку на них я обязательно оставлю в описании. И можете, если вам интересно, скачать. Итак, что там у нас дальше? Так, иди нахуй. Так, меня убили сразу же. А, в общем, что у нас там по планам? Просто не пишите, пожалуйста, шею влог. Просто мне одновременно тяжело разговаривать, болтать с вами и играть. Я думаю, вы понимаете. Так вот. Вообще, у меня есть достаточно много планов по поводу новых игр. Итак, я пока анонсирую только те, что, в принципе, не за горами. В общем-то, в ближайшее время я планирую полностью переиздать все мои старые игры, которые выходили в году 2019. 2019 и, возможно, 2020. Пока точно не уверен. Но 2019 планируется все переиздать. Некоторые из них я портирую на Android и там переиздам. Но пока об этом говорить еще рано. До переиздания еще ожидаются. Но, хотя про переиздание, блин, я немного туплю, извините. Хоть у меня тут есть сценарий, но мне одновременно тяжело и смотреть, и на него, и играть с вами. Так вот, пока я оглашу некоторые переиздания. Во-первых, я, наконец-то, взялся за Roof Up, которая должна была выйти еще в 2019. Но по итогу была отложена на 2021. Вернее, она как бы не была отложена. Я за нее селся только сейчас. А в 2019 как бы игра формально вышла, но это была только короткая демка с убогим обучением. Все эти игры были достаточно убогие. Ну, а сейчас я все за разработку игры. И думаю, в принципе, не особо она и сложная по разработке. Поэтому, я думаю, в ближайшие несколько месяцев будут не только новости, но и, возможно, у меня теперь в версию этой игры. Так, я немного не туда запульнул, но у меня есть свежие. И я умер. Так. Если у нас есть призовой паркор, давайте-ка там поиграемся. И если мы вообще сюда на время... Он, к сожалению, исчез. Вместо него теперь сумма ивент. Видимо, так будет до конца Хэллоуина. Ну, да ладно. Итак, а по поводу второго. Я собираюсь упустить ремейк. Возможно, того, чтобы ждали, того, что я отправлял. Короче, для тех, кто не знает, у меня была серия игр по лунтику Икс. Первая игра заражения. Потом были две игры по той же сюжетной линии. Они назывались Камбэк и Камбэк 2. Так вот. В общем, совсем скоро. Возможно, уже завтра. Или через пару дней. Начинается разработка ремейка абсолютно всех этих игр. И они будут включены в одну игру. Как трилогия. То есть, три игры в одной. При этом они будут существенно изменены. В общем, когда ждать эти игры, пока что неизвестно. К разработке я еще не приступил. Новости будут выкладываться на моем профиле на GameJolte. Ждите новости только там. Дальше. Теперь поговорим конкретно обо мне. Что со мной сейчас происходит. На самом деле, в принципе, тут рассказывать особо нечего. У меня все, в принципе, хорошо. Вот. Уже лето 2021 года было достаточно продуктивным для меня. Я много чего изучил. Вот. Уже скоро, 19 ноября, у меня исполнится 14 лет. И я буду получать паспорт. Не знаю, интересно ли вам данная информация или нет. Но, может быть, интересно, кто его знает. Вот. Да, я родился в ноябре 2007 года. Но это, как бы, не так интересно. Поэтому давайте дальше. А теперь давайте поговорим насчет WDW-образ. И это, если кто не знает, моя веб-студия. В общем, здесь все очень сложно. Во-первых, непонятно сейчас, в каком она находится состоянии. Итак, 8 сентября мы должны были праздновать, отмечать двухлетие. Точнее, нашей студии исполнилось год. Но так и не отметили. И сейчас вы поймете, почему. Во-первых, к сожалению, к великому. На данный момент, как я уже сказал, о студии толком неизвестно, что с ней дальше будет. Ее состояние непонятно даже мне. Итак. В общем, после 26 апреля 2019 года наш коллектив сократился до до 3 человек. Раньше было где-то 14. Ну и вот. Потом же произошла настолько ужасная ситуация, что наша команда полностью распались, все сотрудники были уволены, и остался только один единственный я. Ну, как бы про увольнение сотрудников не то, мы как бы распались. Мы поссорились с Виталием Турчаком, я уволил его, но без него уже не торт. Честно, уже с ним помирились. Максим Пономаренко вообще оказался предателем. Он убил группу, собственно, потому что он там был админом. Что дальше? Ой, тяжело, конечно. Хрень какую-то я построил. Не крипера, но хоть пусть так будет. Так вот, что у нас дальше? Короче, на данный момент неизвестно, что со студией будет. Будет ли она функционерить или нет, на данный момент это все остается под вопросом. Ответ вы узнаете. Вы узнаете, но явно не скоро. Блин, лучше выйду, я что-то глянула, постой. Так, а дальше. Теперь мы поговорим, что с моими другими каналами происходит сейчас. В общем, начнем, пожалуй, с моего старого второго канала под названием Легионов Корреш. Его я создал как запасной. Вот. И там выходило всего два ролика. В декабре 2019 года и, по-моему, опять же, в декабре 2019 года. А, нет. Последний ролик там датируется февралем 2020-го. И это был стрим. Ну, так вот. Что на данный момент происходит с этим каналом? А, да... Его судьба определена точно. Он не будет вестись, потому что он заблокирован. Если вам интересно, по какой причине... Да, по той же причине, что мне и тогда снесли стриму. Хотя, на самом деле... Ладно, я шучу. Это было не совсем так. Короче, тогда на ютубе начали проходить про... Нужно было активировать проверку верификации. Вот. Это... Таким образом в декабре 2019 пытались забанить и мой канал, в том числе. Я его восстановил. Не буду рассказывать, какой я предъявил. Я, в общем, предъявил паспорт кое-кого и в ней его успешно разбанил. Но... Легиону в кореш я не стал. Потому что... Ну, как вам сказать? Возможно, они... Они данный паспорт уже помнят и сочли бы мои действия какие-то... Потому что, насколько мне известно, возможно, они сочли мои действия какие-нибудь странные. и по итогам мне бы снесли бы еще и этот канал. Не знаю, правда, это было или нет, но все же. К сожалению, данного канала больше нет. Дальше. Давайте поговорим про Котиш-студиус, который я вел с марта 2021 по февраль 2021. Собственно, меня снесли. Ну и вот. Знаете, что случилось с этим каналом? Его по той же причине заблокировали. Это произошло в феврале этого года. Вот. К сожалению, вот такая вот судьба. Дальше. Давайте поговорим о каналах, которые не заблокированы моих вторых. Давайте начнем со второго легиона в Кореши. Да, я создавал повторно этот же канал. Что с ним? А с ним... А с ним... Ну, тут... все просто. Так. Блин. Меня убили сразу же как-то. Но зато им, кстати, убийство не засчитали. Я думаю, он сейчас пойдет драться. значит... По поводу данного канала повторюсь еще раз. А я его просто забросил. Почему? Да я даже сам не знаю. Мне просто в какой-то момент доело его вести. На нем выходил один единственный, по-моему, ролик. Видос. Но в основном на нем вылись стримы. Да, я одновременно стримил тогда и на своем втором канале Кору Студию Снэ легионов Кобиш. Ну, то есть, вот так вот. Не знаю сам зачем, но... Да ладно. Ну и вот. Он заброшен и... Я также потерял, к сожалению, к нему доступ. Да ладно, он еще... Я ж приказываюсь. Вот. Доступ я к нему не потерял, но... под каналом я уже этим заниматься число не буду. Блин, зря потратил. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Злой горем, злой горем. Давайте попробуем его добить. Сейчас получу. Ну, так вот. Ай, мало того, что я я перестала его вести, так еще и он в принципе ладно, я тут уже запутался немного сам в общем, ну и последний канал который был создан не так уже давно это мой канал по программированию который назывался школа программирования ITUF в принципе его постигает такая же судьба он тоже закрыт, по какой причине? здесь тоже все просто элементарно он, как бы вам сказать не выстрелил ну то есть я ради проверки снял первые 3 пилотных туториала по этому если кто не знает, это такой язык программирования я снял туториалы и что с них было правильно я с них вообще практически ничего не получил по итогу за я открыл этот канал 18 апреля 2020 года и по итогу за эти пару месяцев я набрал на нем 4 подписчика нормально, я считаю, что нет поэтому я его и забросил может быть когда-нибудь я за него и возьму вот ну и по поводу самих каналов я сразу я отвечаю хотя вы в принципе и так слышали мой ответ никакой из этих каналов я больше вести не буду скорее всего потому что я скорее всего завершил карьеру на итоге полностью если я говорю скорее всего если я говорю скорее всего не думайте это не значит то что я вернусь на этом канале с этого канала я не вернусь никогда больше не думайте так вот я не вернусь на этот канал никогда, как я уже сказала ну и в общем-то вот ну и последняя тема у нас на сегодня и что я думаю о как достать соседа в 2022 году значит что такое как достать соседа вы и так прекрасно знаете это австрийская игра 2003 года и главной целью которой является месть соседа вот и я думаю олды канала помнят то что именно из-за этой обзоров модов на эту игру и прохождение самой игры мой канал как раз и выстрелил вот тогда это было достаточно популярным а что сейчас кдс уже практически никто не смотрит все, тематика умерла снимать дальше я не вижу смысла кдс утратил всю свою популярность на ютубе хотя раньше когда вы с ним снимать обзоры на эту игру было очень популярно но у меня в том числе у меня это было настолько популярным что у меня видос который я там записал за минут 30 мог набирать по 100 просмотров за пару минут да такое бывало и мой самый популярный ролик на канале связан с когда с соседом он набрал по-моему 1011 просмотров ну и вот а что мы имеем сейчас ну кдс фактически уже полностью умерла игра из жила и себя ну и понятно ну и возможно дело понятно игра очень древняя и старая но как бы даже я не совсем так выразился и не знаю почему умер тут формат то ли вам надоело то ли просто что-то случилось но не важно в конце концов в 2022 я не не рекомендую вообще никому снимать как достать соседа это уже будет непопулярно хотя если хотите набрать 50 подписчиков за год или 30 за год вообще замечательный результат тогда милости просим ну а так я вам не советую ну вот в принципе и все ребят извините за запинки но я надеюсь что ответил на все интересующие у вас вопросы я опять вздох в общем то вот такие вот пироги подкаст получился у нас на 22 минуты конечно не особо много но все же ну и под конец давайте еще ну-ка тут сыграем и я просто поболтаю с вами вот значит сейчас еще расскажу вообще что значит то что я скорее всего именно завершил карьеру возможно я когда-нибудь да даже не возможно когда-нибудь возможно я сделаю новый канал но единственное скорее всего единственное что он будет посвящен этой тематике программирования потому что на данный момент я по факту этим только и занимаюсь вот в следующем году мы будем праздновать трехлетие канала будут ли в части этого стрима я не знаю но если и будет то возможно я вас опаищу а возможно и нет кто его знает ну и вот ну в общем-то давайте доиграем блин второй раз мне уже динамит подается что за хрень так лаки и лобки наверное упали ой кто-то такой слышал он меня убил в общем-то вот ребята такие вот у нас пироги а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр не ставьте лайки не подписывайтесь и не жмите колокольчик всем пока да